Зеленый флаг присуждается образовательным учреждениям, которые выполняют различные экологичные критерии. И с каждым годом количество таких общеобразовательных учреждений все время растет. В этом году зеленый флаг получает 62 образовательных учреждения, и примечательно, что 14 из них получают этот флаг впервые. Вручение зеленого флага общеобразовательным учреждениям прошло именно сегодня отнюдь не случайно. Дело в том, что 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды, который призван привлечь внимание людей к проблемам экологии. Известно, что дети гораздо более восприимчивы к обучению, чем взрослые, поэтому прекрасно, что многие школы и детские сады по всей Эстонии постоянно и систематически занимаются образованием в области экологии. В частности, они участвуют в глобальной программе EcoSchool Global, руководит которой Датский фонд природоохранного образования. Ну а непосредственно в Эстонии эта программа называется «Зеленая школа». Присоединившиеся к ней могут получить всемирно известный эко-знак «Зеленый флаг». Очень важно именно понимание того, что от деятельности каждого из нас в принципе зависит будущее не только наше с вами, но и всех будущих поколений. Поэтому очень важно действовать локально, а думать глобально, потому что ресурсы, которыми мы пользуемся, они, в общем-то, исчерпаемы. Поэтому все, что мы сейчас делаем, это все должно быть направлено на то, чтобы будущие поколения пользовались бы как минимум теми же благами, что и мы. Среди тех, кто получил в этом году «Зеленый флаг» впервые, было семь детских садов и семь школ из Пайды, Тарту, Пярдну, Сарма, Таллина и так далее. Десять учебных заведений получили флаг во второй раз. И целых 38 учебных заведений стали в этом году обладателями флага в третий или даже в четвертый раз. Среди них Таллинский эсмейский русский лицей, школа по интересам Вилленди, столичный детский сад Масикас, закладка кроугольного камня нового здания, которого составил в середине апреля нынешнего года, Таллинская общая гимназия и другие. Мы каждый год предоставляем отчет о том, насколько ученики осведомлены о необходимости беречь природу. Мы проводим среди них соответствующие опросы. Мы рады, что с каждым годом понимание у ребят растет. Мы также принимаем участие в мероприятиях по улучшению экологии, как, например, Таллока «Сделаем» и не только. Среди получивших «Зеленый флаг» в этом году превалируют столичные образовательные учреждения. Быть может, это не случайно, учитывая, что в нынешнем году Таллинн является зеленой столицей Европы. Хотя нужно понимать, что такой флаг должен развиваться над школой или детским садом не один год, а все-таки как можно дольше. Ведь если в самом раннем возрасте ребенок усвоит такие простые истины, как, например, то, что нельзя оставлять незакрытым кран, выходя из помещения, нужно выключать свет, не стоит бездумно обращаться с едой или бумагу необходимо расходовать экономно, то они останутся с ним на всю жизнь. Сергей Евченков, Роман Васильев, Андрес Лорент. Новости Таллина.